Девочки, заканчиваем. Ну, знаешь ли, порядок есть порядок, а? Покажу! Покажу! С днем. Сидим! До свидания. Будь добрый! До свидания. Будь доброй! Карауль получше. Добрый. Будьте здоровы! Смотри, нюсни. Бесонница, кого ты? Эх, годков бы двадцать с плеч. Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ Товарищ майор, на промтоварной базе произошел пожар. Причина пожара устанавливается. Докладывает капитан Тащелина. Спасибо. Зина, пошли сведу тебя с пожарными специалистами. Опоздали. Теперь смотреть не нужно. А то, что было огонь до самого неба, честное слово. Откуда же вы такой, огнепоклонник? Я-то прохожий. Да просто так. Случайно повезло. Я еще до пожарных успел. А документы есть какие-нибудь? Ага, заводской пропуск. Ну, замечательно. Давай пойдем записать. Ой, господи, что это? Что это, господи? Ну, что же это все подгорело? Что это? Ой, ты что ж? Я застрелу. А, это сулок. Поразит, ты куда же застрел? Поразит, ты что за мной сел? Отпусти ты меня. Ой, я с тобой не зажарился там вместе. Я с ним забрал. Это все сгорело. Успокойтесь. Успокойтесь. Все. Успокойтесь. Ах ты поразит. Я дождешься. Ах ты поразит. Я уволю тебя завтра же. Следователь Знаменский. Позвольте поинтересоваться, кто вы? Стальникова заведующая. А вы? А я, это, сторож. Я. Откуда вы узнали о пожаре? Он позвонил. Вы здесь единственное материально ответственное лицо? Нет, мы с Женей. Ну, заместитель моя Гутонская. Ей вы тоже звонили? У нее новый дом. Телефона нету. Где она живет? На Малаховской улице. Это недалеко. Товарищ Стальник. Скажите адрес Гуторской. Малаховская. 17, квартира 32. Я съезжу. Посмотрю первую реакцию. Добро. Саша, займись-ка сторожем. На складе оставался кто-нибудь? Никак единой души. Ну, в общем, я… Ну, а если бы посторонняя душа захотела пробраться? Невозможное дело. У нас все опломбировано. Опять же… Опять же… Сигнализация. Ну, понятно. Ну, вот. Да, впрочем, в общем, с охраной в полном порядке. Вот, в общем, порядок, вы сгорело, сильнее вы спать. Вон, до сих пор не проснетесь. Ах, сам удивляюще. Ну, у меня же хроническое… Бессонница. Бессонница. Вот, поэтому и попал вот сюда сторожем. Да. Ох, глаза слепаются. Ах, все. А вы вот так перед дежурством батье? Да. Не, вот, вот, никогда такого не было. Да, вот сейчас бы, вы бы, вот, сейчас лег бы сырую землю и раз бы захрапел. Ну, да, да, да. А что вот это? Ну, нет. Один чай пил, только единый чай. Да вот мой термос, можете проверить. Понятно, понятно. А что, может, проверим? Вот, в этой части здания. Ну, а сейчас сказать конкретно, что где был очаг пожара, мы не можем. Сможем только установить после ликвидации пожара. Извините, я все прерву. Я вынес восстановление о комплексной экспертизе. Экспертной комиссии в составе представителей пожарной, испытательной лаборатории пожарного надзора и криминалиста, то бишь, тебя поручается установить. Тут порядочно всего. Вот руководящий документ. И приступайте по горячим, как говорится, на следам. Да уж горячей. Сынки, головеша. Да, только вот, куда ж я такая? Вам придется меня одеть. Ну, хорошо, хорошо. Мы предусмотрели этот случай, конечно. У нас всегда есть запасная боевая система. Здравствуйте, ПЦ. Я понимаю, горело здесь крепко. Вот, может быть, насчет сигнализации удастся проверить, была ли повреждена до пожара или нет, или отключена. Хорошо, постараемся определить. Пожалуйста. Привет, Павел Малыч. Здравствуйте, Куторская, Занк-За склады. Следователь Знаменский. У вас есть соображения о причинах пожара? Такие, что надо проверить, не менее? Нет, соображений нет. Товарищ Стольник. Женечка, ну что же я? Да прекрати-то реветь. Женя! Прошу вас проехать со мной. Вас тоже. Прошу. Женя, холстом горела. Женя, я заставила. Женя, ну ком-то-то в беренке достала. Вот такой рукав. А, я-то стараюсь. Вот. Молодой человек, вы что тут делаете? Ну, и загасили. Ну, и что? Ну, и что там здесь находится? Это склады или нет здесь, а? Одни головешки остались. До самого основания все сгорело. Ты посмотрел бы, что раньше было. Это же огни до самого неба. Красота какая. Врослый мужчина занимается делом каким. Ты посмотри, я же до пожарных первый приехал. Первый приехал. Я сторожа вытаскивал. Без меня бы вообще людей не достигали. Спасибо. Здравствуйте. Где принимает следователь из Москвы? Напротив. Спасибо. Простите, имя, отчество? Павел Павлович Знаменский. Спасибо. Можно? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы так переживали, Евдокия Матвенова. А сегодня, смотрю, светете и глухаете. Ой. Ой, до чего переживала. Вы не представляете. Ведь сколько дома прахом пошло. Как вспомню, так носом хлюпаю. А сегодня подумала. Тот огонь слезами не зальешь. Пошла в парикмахерскую. Для женщины верное средство. Если неприятности, да. Ну, идешь вроде красоту, вроде. И опять можно жить. А плакать? И вот с вами-то еще. Наплачусь. Хотя вот, вот. Вот ни крошечки не виноваты. Боюсь, не совсем так, Евдокия Матвеновна. Посаживайся поближе. Жаль, портить вам доброе настроение. Ну, тут вот у меня указание о перепланировке домохода. Поближе, пожалуйста, сюда. Так, предписание о заключении электропроводки, возбедствую изоляцию, акт обследования, предупреждение. Вам знакомы эти документы? Да, знакомы. Знакомы. Пожарный инспектор после каждого обхода оставляет какое-нибудь предписание. А вы не выполняете? Ну, выполняют. Ну, это ж, это ж не капитальный ремонт. Это ж новые склады надо строить. Со всякими, там, анализаторами дыма. Ой, написать легко. Ну, если склад сгорел из-за несоблюдения противопожарных мер, для вас это обвинение в халатности. Ну, и что? Под суд? Да что вы, миленькая, да таких бумаг на каждом складу кипы огромные лежат. И на предприятиях тоже. И никому ничего. До первого огня, Евгений Матвейн, пока везет. А как не повезет, да сгорит как раз из-за того, про что предупреждали. Тут уж... Ой, не расстраивайте вы меня. Лесницы потекут. Значит, склад был самого широкого профиля. От мебели до галантерей. И промтовары из него доставлялись в специальные магазины для сотрудников вашего ведомства. Та же систему речников, шахтеров вы прекрасно знаете. Лишний раз уточнить не вредно. Служба такая. Никуда не денешься. Скажите, ваши сотрудники обедали прямо на складе или ходили куда-нибудь в столовую. Кругом пустыри и овраги. Вы прекрасно видели. Не надо сердиться. А я не сержусь. Но я человек деловой. И люблю точность. А ваши вопросы бессистемные и простите лишены всякого смысла. Суровая вы женщина. Угу. Ну что ж. Тогда поэксплуатируем вас как делового человека. Это схема склада. Похожа? Похожа. Отлично. А это список товаров, которые хранились. Задача такая. Нужно разметить, где что находилось к моменту пожара. При вашей любви к точности, это как раз для вас. А второчка найдется? А второчка есть. Только склад был поделен. Передняя секция Стольникова и задняя Майя. Но ведь это не официально, Евгения Антоновна. Вы обе вместе отвечали за склад в целом. Верно? Ну, вероятно. И при вашей памяти и деловидности наверняка знали, что где лежит. Можете обозначить не словами, а просто цифрами, согласно перечню. Ну, скажем, номер восемь. Холодильник АК. Одиннадцать штук. Рисуйте восьмерку и порядок. Позвольте, пожалуйста. Пожалуйста. Откуда у вас этот реестр? Отпечатан в вашем управлении. А-а. А кто поручится, что все соответствует? Можете быть абсолютно спокойны. Накладные на поступление и убытие товаров со склада у меня имеются. Успел позаимствовать в том же Урсе. Вот такая стопка. Так что обеспечен интересным чтением. Ну что, будем работать, Евгения Антоновна? Пожалуйста. Сюда, да. Вы такой еще молодой. И с виду добрый. А уж зачерствели в своей должности-то. Женщина попала в питу. Ей же нужно сочувствие. Есть обстоятельства, которые предостерегают меня от поспешного сочувствия Евдокии Матвеевны. Когда ожидалась очередная ревизия? Какая ревизия? Обычная, полугодовая. Я не понимаю, а при чем тут? Ревизия должна была проводиться через два-три дня? Возможно, но... Но мне, знаете, не говорят, не сообщают. К вам, мол, едут ревизоры. Вы четвертый год заведуете складом. А ведомственные ревизоры приходят всегда в одни и те же сроки. Я прав? Ну, в общем, да. Ну, а что плохого-то, Павел Павлович? Ну, подметем загоди двор. Ну, приберемся в складу так немножко. Чтобы легче было учитывать. Ревизоры довольны, начальство довольны. Ну, честно-то, Павел Павлович, ну, кому нужны эти лишние приключения-то? А я вот недоволен. Для следователя пожар перед ревизией – вещь подозрительная. Напрашивается мысль о сокрытии каких-нибудь непорядков. Это же несчастное совпадение. Я вам клянусь, я вам клянусь всем святым. Мне частенько клянуться и в такие, Матве. По-разному, конечно. Провалиться мне на этом месте, век счастья не видать, пусть язык отсохнет, клянуться жизнью, могилой матери, здоровьем детей, а вы вот всем святым. А что для вас, святой? Я клянусь вам, любовью самого дорогого для меня человека. Субтитры создавал DimaTorzok Заканчиваем, Павел Павлович. Так-так. А это что за цифра? 63. Кожанное пальто на меху. Югославия. А можно принять за 68. Фен для сушки волос. Видите, какая разница? Нет, не вижу разницы. И 63, и 68 все сгорело. И все-таки, пожалуйста, рядом поразборчивее. И внизу примечание. Исправленному 63 верить. Пожалуйста. Соображение о причинах пожара не появилось? Вряд ли следствие с ними посчитается. Будете валить на нас со Стольникова? Чего-нибудь там не соблюдали. Мы с уполномоченным выглядим до того кровожадными. Ужасно. Так я вас слушаю. Да хотя бы молнию ударил. Вот вам и причина. Подпадает. Почему? Мы запрашивали метеосводку. Тогда самый вероятный окурок. Тлело-тлило, а потом занялось. Сколько не запрещай курить, разве с грузчиками договоришься? Такой вариант не исключен, но в ряду прочих. А как вы оцениваете тот факт, что склад сгорел накануне ревизии? Оцениваю с большим сожалению. Будь пожар после ревизии, вы не задавали бы таких коварных вопросов и не таким невинным голосом. Так, что у вас здесь? Владимир Алексеевич, наибольшие повреждения строительных конструкций наблюдаются вот в этом помещении. А очаг пожара, по всей видимости, находится вот в этом месте. Ясно. Давайте посмотрим здесь, вниматель. Спасибо. Значит, в тот вечер после работы никто не задерживался? Нет. А может быть, дневной вахтер? Да нет. Он меня за воротами встречает. Не втерпеж домой спешит. И ничего примечательного не случилось? Все обычно. Только вот пока я чаемчить наладился, Гуторская прибежала. Она чего-то на территории забыла. И... Минуту. Воду для чая вы где наливали? А я издом приношу в термусе, сладкой, заваренной. Значит, прибежала назад. Когда? Думаю, что через четверть часа. И долго пробыла? Наверное, минут пять, не больше. И сумку какую-то вынесла. Пока она ходила туда-назад, вы оставались в своей вахтерке? Там. И чтобы она прошла, сигнализацию выключил. Потом опять включил обратно. Потом чуток радио послушал. И вроде начала меня морить. Да ведь как заснул-то намертво. Рядом огонь бушует. Крыша рушится. А я сплю. Гуторская термосом не интересовалась? Не брала, например, в руки? Что вы! На кой шут? Ну, прям на вождение. Вот вы посылали на алкоголь проверять. Трезвый же я был. Трезвый, трезвый. Вот и говорю. Не иначе судьба. У меня юрист рядом живет. А говорить, сказала, статья есть. Поскольку не сохранил соцсобственность признать виноватым. Вот. Статья сто. Да, да, есть такая статья. Вспомните, пожалуйста, куда вы отлучались до того, как сон сморил. Никудашенька. Ошибаетесь. Нет, точно. Заступил на дежурство. Пошел, доложился о Евдокее и материне. Где она была? В конторке с Куторской. И ушел я. И больше не с места. Только, конечно, замок на склад повесил. И бабы на автобус собрались. Уходили они поодиночке? Нет. Гуртом проводили. А раньше, когда докладывались Стольниковой, вахтерку запирали? На пять минут? Так. Значит, пять минут она была безнадзорной. Вполне достаточно. Ну, к чему вам это все? Товарищ следователь, знаю, виноват. Сам себя казню. Тоже суд добавить. Старухи каково. Дочеряне. Чего уж теперь не нужны-то вопросы. А того, что остатки вашего чая отданы на анализ. И в нем оказалось сильное снотворное. Пока об этом никому ни слова поняли. И давайте думайте, кто мог подсыпать. На кого я могу подумать? Да вы что? С ума посходили? Что ли? Как вы очутились на пожаре? Ну, как, домой от товарища Чапова. Ну, гляжу, полыхают, завернул. А с какой стороны приблизились? А там сзади такая тропочка есть. На проезжую часть выходит. Ну, я по ней. Никого не встретили, не видели? Ну, откуда? Познатища. Ну, под люк какая-то подъехала. Так. Поглазела, развернулась и назад. Даже из машины не вышла. Ну, я увидел в окошке, свет горит. Ну, стал дубасить, сторожа разбудил. Ну, стали вместе звонить пожарным. Ну, а потом стали у него вещички все выбрасывать. Ну, чтобы думали, перекинется пожар на холопу. Подробнее, что за машина? Зина, не углубляйся в дебри. Тебе не интересно, а я увлеклась. Ну, ладно, изложу попросту. Сначала думали, что пожар возник здесь. Здесь была самая высокая температура и наибольшая степень обгорания. Но когда учли все условия, влиявшие на распространение пламени, мнение изменилось. Первоначальный очаг оказался в дальнем углу здания. Вот. Судя по черепкам, тут стояли ящики с посудой, а следовательно, было много упаковочной стружки. Совершенно верно. Номер семь. Чайная сервиза весна. А хоть какие-то данные от чего загорелось? Ну, кое-какие есть. В том месте на полу найдены остатки бензина, осколки бутылки, свечной парафель. Так это же умысленный подзор. Молния, окурок. Нет, погодите. Получается, плеснули бензин, учеркнули спичкой и ушли. Заперли горящие склады по домам, а сторожа усыпили. Такой вот дружный общий сговор. Как-то не вижу убраться. Ну, не обязательно сговор, Толталыч. Хотя, по расчетам, пока предварительным, до ящика в пламя добралось не сразу. Могло и 20 минут пройти, и даже 30. То есть, значит... А потом уже разгорелось семью. Понятно. Значит, считнули спичкой и удрали. Причем еще до конца работы. И при опломбировании ничего не заметили. Да. Если расчеты достоверны, снимаю шляпу. Я бы в пожарные пошел. Пусть меня научат. Ну что, как будем делить это дело? Тематика вроде бы хозяйственная. Карты в руки БХСС. А на чужое мы не посягаем. Мы тоже. Если хищение, область моя. Ну, а если воры посторонние, тогда раскланиваюсь и исчезай со сцены. Пока работы всем хватит. Давайте порассуждаем. Сторож прибыл без четверти семь. Он всегда ездит определенным автобусом. И тотчас помчался к начальству. Это единственные пять-семь минут, когда термос находился без присмотра. Но Стольникова и Гуторская все это время находились в конторе. Кто же подсыпал снотворное? Икс. Он же поджигатель. Или он, или неведомый сообщник. Еще значит Y. И не исключен, между прочим, и Z. Зевака на пожаре, помните его? Так вот он видел загадочные жигули. Подкатили, постояли и умчались. За рулем сидела женщина. Приметы неизвестны. Так вот, я думаю, что сия особой являлась удостовериться, хорошо ли горит. Женщина помчалась звонить по 0-1. Ага, Зиночка, есть ли бы, есть ли бы. У пожарных все четко. Все звонки дежурному пишутся параллельно магнитофоны. Так вот, зафиксирован только один звонок со склада, этого самого Николаша. Какая марка с жигулей этот? Ваш зевака не запомнил? Запомнил. Синяя двойка универсал. Синей двойки ни у кого у складских нет. А любопытно бы познакомиться с этой дамой. Весьма любопытно. Сомневаюсь. Но мне пора. Подожди, Зина, есть одно соображение. Сомневаться можно во всем, Зина. А я вот возьму и не поверю, что сторожа Николаша усыпили. А что предложишь взамен? Сам намешал дрянь в чай. А потом набивался со своим термосом. Проверьте, может, что за жидкость. Меня опоили, я чистенький. Ты серьезно? Нет, очень непритворно зевал. Но со счетов, Зина, сбрасывать ничего нельзя. И эту даму в жигулях тоже. Пламя было яркое, сколько темного. Коломбур на скорую руку. Не столько темного, сколько пока невыясненного. Темного тоже хватает. Я не зачисляю сторожа в иксы и игреки. Однако, предположим, он скрыл визит какого-нибудь дружка. Дружок в тот вечер заглянул проведать. А у него дурная репутация. Сообщи, шмелицы, и начнут тягать. Лучше умолчим. Между тем, дружок сцепанул в термос сонных порошков. Потом под храп Николаша появились прочие дружки. Вынесли со склада все, что понравилось. А для маскировки следов учинили пожар. Опровержения будут? Нет. Правомерная версия. И благо, по моей части. Начну выяснять круг знакомств Николаша и его биографию. Павел Павлович, время бежит, что ты хотел. Прежде всего, я хотел услышать твое личное мнение. Если с женской колокольни, ну, тогда этот склад маленькое бы объект царства, где возможны интриги, острая вражда. На любой почве, вплоть до любовной. Однако, с юридической колокольни к словам поджог и ревизия напрашивается слово хищение. Проверять будем все. Николашу, образ жизни складских работников, вариант женской мести и т.д. и т.п. Но по линии хищения мы плотно упираемся в вопрос о недостаче. По документам, естественно, все в ажуре. А доказательство огонь съел. Вот тут и... А может, не совсем съел? Ничто не сгорает абсолютно бесследно, а, Зина? Насколько я понимаю, для химика сгоревшей пластмасса все-таки пластмасса, а не кожа или дерево. Ну, теоретически. А практически. Да ведь вам нужно количество, число предметов. Ну, Зин, мы не будем добиваться 18 шуб спалили или 9. Если не достача, то крупные, иначе бы не жгли. Одна шуба или 50, Зинаида Яновна, в таких пределах можно определить? Ну, не знаю. Просто невероятный объем работы. И на пожарище, и лабораторный. Невероятный. Зиночка, нет таких крепостей. Тем более, ты начальник отделения, можешь добавить еще группу экспертов. Да, Павел Павлович, разве моей группы хватит? Тут нужно начальство куда повыше. Свяжи меня с пожарными спецами, составим технически убедительную бумагу, пойдем хоть к самому высокому начальству. Я уверен, людей дадут. Зина, ты нас никогда не подводила. Ну, прямо беда с вами. Договорились? Ну, не знаю, попробую, но... Сегодня же. Ну, тираны вы. У меня и другие дела не в проворот. Ну, ладно. Еду в воспитательную лабораторию, а тут позвони. Так, как обстоит дело с охраной Пепелища? Я распорядился, чтобы и сторож, и вахтер выходили к складу и не допускали к месту посторонних. И я подстраховался. Тамошнее отделение милиции приглядывает. Трудно нам разграничить сферы влияния, а? Сочтемся славою. Лишь бы на общую пользу. Павел Павлович, если напрячь интуицию, кто поджигатель? Интуиция пока молчит. Петрович! Сколько еще возиться-то будешь? Нет, я не достава будет. Ну, давай! Кузьмич, привет! Здорово! Слушай, начальник, пусти, Бабка, да? Бабка ног сломала. Старая песня? Чего? Ну, слушай, Кузьмич, у тебя сердце-то есть? Я у меня один из дымных. Если посчитать, сколько ты, это у тебя бабушка-то пятая или шестая? Ну, Кузьмич. Ну, сколько ты их уже в последний путь-то проводил? Кузьмич, ну, что ж ты без меня делать будешь, Кузьмич? Ну, когда? Когда? Да вот сегодня когда? Чего ты? Кижон. Кижон. Спасибо, Кузьмич. Не успокойся, все будет. Понял? Стрекозел! Стрекозел! Продолжение следует... 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 Ну, а что упорщицей? Полыть им эти. Угу. Стервоты. Катюк! А-а-а! Каша! Елена Кринькова, он кричит, а дверь заперта! Опаздывает Стольникова. Красоту наводит. Канал избыта. Канал избыта. Разве я не понимаю, самое время перехватить тлевак. Опоздаем и тютю. Но надо вам работать, Павел Павлович. Магазин и их ведомства по всей стране. Закрыть их одним махом на учет? Товар мог идти через постороннюю лавочку. Могли торговать и прямо со склада. Вполне вероятно, как водится. Прикрываясь фиктивными накладными. В общем, нужна большая бригада. Так создавайте. Уже передал список генералу на подпись. А здесь что? Это материалы прежних. Инвертаризации, ревизии. И как? Ну, по первому впечатлению, недостачу Стольникова не вылезало. Но пересортицы случались и не раз. Так ведь пересортицы, что ж? Если товар сходный, ревизоры засчитывают один вместо другого. Так уж повелось. Ну, неправильно повелось. С чего это вдруг? По документам должны быть кроссовки. А предъявляют тапочки. Могут кроссовки сами собой превратиться в тапочки? По законам природы нет. Вот именно. Меня пересортица мигом настораживает. Вот иногда недостача скапливается постепенно. Ее маскируют всевозможными фокусами. В том числе годится и пересортица. А мы ее принимаем за детский грешок. Извините, что горячусь, любимая мозоль. И большие пересортицы вылезали у Стольниковой? Средние. Хрусталь за фарфор засчитывали, магнитофоны за телевизоры, мужскую одежду за женскую. Объяснение давало? Стандартные отговорки. Напутали при доставке, напутали при вывозе. С утра пораньше уже вместе обо мне чувствую и не вспоминают. А ты не пропадай. С глаз долой и сердце вон. Слыхал? Слыхал, слыхал, Паша, слыхал. Какие вести с незримого фронта? Честно говоря, довольно прозаические. Сигнализация до пожара была в целости. А ночной сторож, уголовные дружки? Нету, нету, Паша, нету. Чего ж ты тогда принес? Ну, вы так погружены в высокую бухгалтерию. Мне даже стыдно за свои мелочевки. Мадам Стольникова учинила вчера скандал и потасовку. С кем? Вот это уже сочно кусочек. Ну, как известно, на пожар заглядывала таинственная автомашина. Ну, Саша, не тяни. Ну что, выкрыл минутку, разыскал ее. Везучий. Таких по городу катается, улицу не перейдешь. Везение тут ни при чем. Я ее вычислил, вычислил. Каким образом? Ну, так вам все и расскажи. Сообщаешь конечный результат. Оп. Объясняешь механику. Ну, ладно, согласен разочароваться. Рассказывайте. Раз публика настаивает. Значит, напомню, что я имел. Синяя Жигули, универсал, двойка. За рлем женщина. Номер заканчивается на ноль. По счастью, есть на свете ГАИ, низко пьючело. И мне отбирают соответствующие, значит, Жигули, соответствующие модели и цвета. Из них, те, что заканчиваются на ноль. Из этих, где за рулем женщина, ну, как владелец или там, по доверенности. Вот тут начинаю пристально интересоваться, что за дамы в остатке. Родная милиция помогает, сегодня узнаю. Одна из этих дам накануне сцепилась со Стольниковой. Проще парень найдет. Саша, кто? Некая Уварова, тоже за базой УРСа, но, правда, другого ведомства. Ну, так сказать, коллеги. Пробрало. Потрясающе. Ну, договаривай, договаривай, учинила потасовку. Потасовка произошла в кабинете Уваровой. Кладовщицы с перепугу вызвали милицию. Ну, дамы тут же помирились, прикрыли синяки платочками и стали попроваживать патрульную. Он, по счастью, оказался формалистом. Потребовал письменное объяснение. И вот оно. Значит, так, мы не... Претензий друг к другу нет. Вызов милиции считаем ошибочным. И ниже автограф обеих дам. Стольникова, Уварова. Так. Подожди-ка. 16 часов? 16. Значит, отпросилась у меня и полетела драться. Иных забот не было. Под каким предлогом отпросилась? Удушья, сердцебиение. Сразу, как я сказал, о поджоге. Можно? Легки на помине с опозданием на 50 минут. Извините, Павел Павлович, не рассчитала троллейбус. Обманули вы меня вчера, сославшись на самочувствие? Нет. 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 Я правда себя не помнила. У меня правда было плохо. А теперь вам хорошо, когда поколотили Уварову? Теперь полегчало? А ее стоило. Я стоила. За что? Это чисто лично. Это не имеет отношения. Абсолютно никакого отношения. Вообще ничего особенного не было. Не имеет отношения или не было? Абсолютно никакого отношения. Души. Привет, Женя. Привет. Тебе чего? Дусе что ли прислала? Мы с Дусей расстались. Как это она отпустила? А ее не было. Я шмотки собрал. О, что мы тут кушаем? Хорош, Дусь. Пойдешь, ты думаешь? Вы с Женечкой погорели. Что она мне может еще дать? Ничего. А я в чужой беде не помощник. Ладно, закругляйся. Сейчас муж придет. Зачем пожаловать? Интересно. Давай, Женька, такое дело. Тут у меня ключик остался. Передай Дуся. Почему я? Ну, Женька, не охота на скандал нарваться. Пожалуйста, Женька, передай мне. Да кончай ты поясничать. Да-да, нормально. Евгения, какой неженственный человек. Ясненько. Понятно, Сенька. Да. Слушай, передай Дуся. Так, по-своему, по-дружески, чтобы она меня в свидетеля с дурой не потащила. Ну, скажи, что это твоя мысль, она тебе поверит. А чего ты зубами-то стучишь? Меня вон в поджигательницу записали, и то я не трясусь. А если посодят? Просто так не сажают. Доказать надо. Ой, Женька, чудесная ты баба. Давай, шагай. Держи, Женька. Женька. Женька, как у тебя с финансами? В порядке. Очистливь четвертачку. Это за что же? Красивые глаза. Таким глазам руби цена. Дэц. Руби? Не надо. У меня таких рублей нет. Вот и топай. Что это за типчик отсюда выскочил? Складской шофер. Устал? Устал. Зачем он тебе понадобился? Ключи передать. Ой, да не стоит он и минуты твоего внимания. Иди, мои руки на плите, все горячее. Времени в обрез, в обрез. И как на грех проклятый твой склад. Мить. Я выбит из колеи. Да ты с ума сошел? Я же тебе сказала, выброси из головы. Это тебя совершенно не должно касаться. Совершенно. Думай о своей диссертации. Сейчас полежишь, отдохнешь, поешь. А потом начнем печатать. У меня прям руки чешутся. Ну, хорошо. Давай. Вы далеко, мужчина? Мне бы Уварову. А, товарищ Уварова сегодня, это, не присутствует. А где же она? А вот эту нам знать не положено. А кто ее замещает, вам знать положено? А вон там, вон спросите, Наташу. Ну, вам ее покажут. Что вы тут делаете? Я Наташу ищу. Вы думаете, я упакована в коробке? Да, обвязанная бечевкой и запечатанная сербучевка. Все возможно. На проходной мне дали понять, у вас исключительно суровые порядки. А вы заместитель заведующего? Скажете тоже. Когда просто самой нет, надо кому-то быть застарше. А вы? Рядовая кладовщица, зарабатываю здесь стаж у тети Лены. Племянница. Седьмая вода на кассире. Но если вы по важному делу, я не решаю. Да нет, я из милиции по поводу той драки. Прогремели мы. И что насчет драки? Честно говоря, Наташ, у наших сотрудников хватает работы. И негоже вызывать их попусту. Да, глупо получилось. Понимаете, это как розыгрыш или скрываете нечто серьезное? Ну, что вы. Расскажите мне и покончим с этой ерундой. Хорошо. Все равно все, все знают. Только давайте где-нибудь присядем целый день на ногах. Ну, и какой же мотив скандала? Мотив как в частушке. Я любила, ты отбила. Ну, в общем так. У нашей тети Лены есть приятельница. Ну, тоже в возрасте помоложе, кое-что у нее осталось. Вот она любит тут одного шофера, Костю. Любовь у них. Ради него она наряжаться стала, как сумасшедшая косметика, духи. Даже аэробику пробовала. Вы остольниковой? О Дусе. Так вот, на днях. Этот Костя взял от нее, смылся. Ну, жуткая драма. Та вообразила себе. Вбила в голову, что эта тетя Лена наша его отбила, переманила к себе. Ну, и прибежала тут с кулаками. А в результате у нашей тети Лены фингал. Сидит дома, примочки делает. А вы присутствовали при скандале? Слышали своими ушами? Да никто не присутствовал. Просто потом тетя Лена объяснила нам. Человек не в себе. Вы, говорит, в милицию побежали. Ну, все ясно. Кто же этот Костя? Стоит от чего сходить с ума? Ой, нахал. Дохлый номер. Томирин. Да, Павел Павлович, слушаю. Угу. Да. Вон оно что. Конечно, про дамские страсти это Уварова придумала. Пусть этому девочка верит. Да. Ну, что делаем? Надо организовать немедленную проверку. Вы поезжаете в народный контроль, возьмите людей. Да, прямо в машину и на склад. А я в ведомство Уваровой за ревизором. Заодно и за ему нужную документацию. И еще. Пошлите за Уваровой на дом. Нет. Она там единственное материально ответственное лицо. Нельзя. Все. Все. Привет. Где Вариха? Вы кто, товарищ? Я шофер. Груз привез. Ваши документы, пожалуйста. Показывай, показывай. Товарищ следователь, посмотрите вы на меня. Смотрю. Ну, я же видите какой. Неотразимый. Ну, таланты мне на бал. Я же их пуда не делал. Вместе с кошельками. Ну, это уже их инициатива. Вы что думаете? Я на своем грузоводе все на жизни заработаю? Заработаю. И квартира у меня ничего. И видео есть. Ну, холостой. Холостой. Кошмар какой. Да, бедняка. А что, нет? Одних пижаков кожаных штук десять надарили. Что скажете, не брать, да? А что же не брать с ним хочется? Да, действительно. Зачем обижать людей? Действительно. А если мы выясним, что подарком было хищение? Хищение? А вот этого не надо. Пользоваться я пользовался, но не вникал. Моё дело странно. Наташа, покажи. А теперь будьте любезны, предъявите болгарские дубленки. Да что вы, их еще в июне отгрузили. А кто тебя спрашивает? Кто тебя спрашивает? Дэч, налезешь. Понимаете, тут сразу перевезли пересортицу. Ну и руки просто не дошли, чтобы перебрать. Вовсе я не путаю. Скажите, эти секции были вашими, как кладовщицы? Да. Были дубленки? Были, а потом вместо них привезли кожанки югославские. Слушайте, вы кому верите? Вот этой сопливой девчонке или мне? Не надо спорить. Принесите, пожалуйста, приходно-расходные документы по этой секции за два месяца. Мы все уточним. Пожалуйста. Наташа! Простите, она мне еще нужна. Пронинформировай, Павел Павлович. Понял. Я ничего не понимаю. А вы? Кожанки были позаимствованы со склада, который сгорел. А дубленки, очевидно, пущены налево. Какая мерзость. Павел Павлович, можно вас на минутку? Ознакомьтесь, пожалуйста. Товарищ Бутаев, следствие определит, свидетель вы или соучастник. Я соучастник? Это никогда. Увидим. Бывает, что честность или нечестность на следствии оказывается решающей для судьбы. Задумайтесь. Я ничего не слышал, ничего не знаю, ничего не могу ответить. Я задам вам один контрольный вопрос. Но вам полезно понять, как я к нему пришел. Следите за ходом мысли. Есть две базы промтоваров. Одной командует Стольникова, другой Уварова. Вашу машину автотрест прикрепил к обеим базам. И со Стольниковой у вас близкие отношения, а с Уваровой дружеские. Все верно? Ну, еще бы. Теперь, допустим, что понадобилось что-то перебросить с одной базы на другую. Станут женщины ловить грузовик на улице? Нет, конечно. Обратятся к своему человеку. К вам. Не помню. Не помню. Путевые листы надо посмотреть. Товарищ Бутаев, базы разных ведомств и перебросок между ними не должно быть. А если они и были, то не по путевым листам, а по личной просьбе. Товарищ следователь, ну что, разве все просьбы-то упомнишь? Итак, вопрос для протокола. Производились какие-либо перевозки между базами Стольниковой и Уваровой? Вот ситуация. Я даже не знаю, что сказать. Скажите правду. Ага. Ну, вы же знаете сами, но если человек на машине, ну, каждый подходит, спрашивает. Костя привези, Костя отвези. Значит, записываю. Да. Факты перевозок между базами имели место. Ну, да, были, были. Черт бы их подрабатил. В связи с противоречиями в показаниях, между вами проводится очная ставка. Вопрос Уваровой. Что у вас общего с Стольниковой? Ничего. Знакомы только мы. Вместе на курсах по повышению квалификации были, рядом сидели. Какие впоследствии были отношения, имея в виду деловые? А какие деловые? Товар мы получали с разных баз, реализовали через свои магазины. Так что, все по-разуму. Так ли это? Конечно, нет. Уж года два друг дружку выручали. У меня ревизия в одни сроки, у нее в другие. Она первая попросила подбросить, закрыть недостачу. Потом у меня обуви не хватило, я у нее заняла. Планую отделалась перед сортицей-то. Ну, пошло. Она своим товаром мои недостачи покрывает. А время придет, мой товар к ней едет, и у нее вроде тоже все в порядке получается. В общем, как начали, Пал Павлович. Уже ревизии-то не боишься. Ну, пошло. Глаза-то разгораются, хочется больше, больше. По-прежнему отрицаете? Ну, не знаю, я, может, когда-нибудь ее и пожалела, выручила. Так в этом статье же нет. А зачем мне ее? Мне своего хватало. Позвольте реплику. Она мне, я ей, мое, твое. Да кое же оно ваше? По-моему, вы забыли такие слова, как социалистическая собственность и народное достояние. Они, видите ли, занимали, выручали, а на самом деле происходило хищение. Извините, Павлович, не вытерпел. Не за что. Правы на все сто. Итак, Стольникова. Не случись пожара, вскрылась бы недостача. Если пленка моего, то есть народного, не вернула и не подбылась, чего обещала. Размер недостачи? Больше восьми тысяч. Ну, это, знаете, это сказать все можно. Тут следствие, понимаешь, тут факты нужны. Факты есть. Вот Томилин пригляделся повнимательней, маркировку на ящиках сверил, даты поступления, и обнаружил у вас многое со склада Стольниковой. Это первое. Второе. Эксперты, что работали на пожаре, недосчитывались именно этих товаров. И третье. Константин Бутаев признал, что возил грузы со склада на склад. Достаточно? А теперь Стольникова. Объясните вкратце причину вашей ссоры. Когда вы, Павел Павлович, мне рассказали про поджог, я сразу поняла, только она. Вторую такую свинью поискать. Почему она? Брала целую тебе машину, чего подороже держит. У нас ревизия на носу. Я звоню, я говорю, вези, пора. Ну, ладно, говорит, ладно, я заскочу к концу дня. Мы с Женей сидим, чай пьем, является. Чего вы, девочки, тревожитесь? Завтра все пришлю. И зачем на рысцой на склад? Мне бы тогда подумать, ну, разве придет в голову-то? Посмотрю, говорю, что у вас есть. Я тогда подумала. Какая зависная, я тогда подумала. В руках Уварова что-то несла? Сумка. Такая полухозяйственная сумка на молнии. Мне бы глаз не спускать, да разве... Я на дворе стояла, я все видела, как она везде совалась. И в тот угол тоже совалась. Да врет же, ну, врет, все врет. И больше ничего не скажете. Николай Александрович, пришлите к конвою. Распишитесь. Мы закончили, можете увезти. Стольникова, пройдете. Руки назад. Так что, вопреки прогнозам, все основное доказано. Ну да, конечно. Стольникова созналась теперь очередь за мной. Этого вы хотите. Я не знаю, я не могу просто найти слов, да и бесполезно. Бесполезно. Но я не виновна. Я ни в этом пожаре, ни в этой недостаче, я клянусь вам. Чем? Чем? Чем клянусь? Да чем угодно. Чем угодно? Не впечатляет. Я знала, что не поверить. Как раз верю. Подозрение в поджоге с вас снято. Установлено так, что в хищениях вы участия не принимали. Аль Стольникова решительно все берет на себя. Дуся. Спасибо ей. Но переброски между базами не были для вас тайны. Как же назвать вашу позицию? Да я не вмешивалась. Не хотела связываться. Ну, а что я могу ведь? Ну, я же уже говорила, склад был поделен, к Дусе поступал дефицит, а ко мне что попроще? И жили со спокойной душой. Не люблю читать морали, Евгения Антоновна, но вам скажу. Наверное, каждое второе преступление было бы просто невозможно без таких вот людей, которые не желают связываться. Вы понимаете? Мы не берем вас под стражу, но уголовной ответственности не избежать. А еще, если по-человечески, на вашей совести Стольникова. Удивляетесь? Вы, умная волевая женщина, имели на нее влияние, но презирали за легкомыслие, за небогатый интеллект, за этого Костю. На ваших глазах Уварова втягал в ее махинации, пытались выбороться, спасти. Нет. Умыли руки. Чистоплюйство – это преступная равнодушие. А как же скажешь? Ну, я, конечно, я понимаю, вы правы. Перейдусь, я, конечно, виновата. Давайте подпишу пропуск, можете идти. Конечно. У меня к вам просьба. Помогите, пожалуйста, ускорить развод. Очень мило. Давненько надумали. Сразу. Как только узнал, что пойду под суд. Понимаете, нужно успеть до суда. Я не могу, я не могу портить мужу репутацию. Вы его не знаете, это ведь замечательный, порядочный человек, глубоко порядочный. Он, 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 он очень талантливый, а ведь эта ситуация… Мы разговаривали. Вы его сюда вызывали? Сам пришел. То есть, как? Зачем? Рассказывал, какая у него изумительная жена. Как бросила лучшую работу ради службы на складе, потому что это близко к дому. Какая она дивная стрепуха и сиделка. Так он же, он же болен. По-моему, он беспокоится не за свою репутацию, а исключительно за вас. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну, как? Отмылся от Сажи? Ой, не говори, до сих пор в горле першит. Ну, что у тебя слышно? Умоление. Привет. Привет. Паша, я тебе обзвонился. А что? Начала раскручиваться потрясающая криминальная история. Ну, просто создана для нас с тобой. Ну, и Зинаиду примем, если попросят. Да уж, пожалуйста. Еще куча работ с пожаром, по предыдущему делу надо обвинить на исключение. Паша, а не будет тебе прощения. Даже так? Да. Но я могу сообщить начальству, что ты согласен подключиться? Прикину и позвоню. Паша, это действительно странно. Пришло время поставить все точки над «и». Вы систематически занимались хищениями. Теперь вы это признаете? Да. Признаю. Вас ожидает лишение свободы. Это вы тоже понимаете. К чему упорное запирательство в вопросе о поджоге? Вы бы хотели, чтобы я перестала бороться. Защищаться – это право, которое мне дано Конституцией. Но ваша конституционная обязанность – беречь государственное имущество. А прав я вас не лишаю. Хочу только, чтобы вы оценили цепь косвенных улик. При инвентаризации у вас обнаружены немалые излишки. Их происхождение – сгоревший склад. Так что мотив поджога убедительный. Присвоение товаров на весьма крупную сумму. Дальше. Кроме показаний Стольниковой, у нас еще есть свидетельство одной из кладовщиц. Она видела, как вы выходили из-за ящиков с посудой, отряхивая ладони. Именно оттуда, где возник пожар. Но это еще не доказательство, что я это сделала. Но даже известно, как вы это сделали, Елена Владимировна. Вы принесли с собой в сумке бутылку бензина и свечу. Зажгли ее с тем расчетом, чтобы разгорелось не сразу. Затем ловко подсыпали сторожу в термос снотворного, того же, что мы нашли у вас дома. И, выждав время, приехали еще посмотреть на пожар, убедиться, что сработало. Как видите, все правильно. Женщины, вы не глупые, должны признать свое поражение. Глупая, умная. Не в этом дело. Не молодая. Жизнь кончена. Тихо, чем все, чем все это. Ну, и подпалило. Ну, что? Так гори вообще все это. Синим пламенем. Откуда такая злобленность? Судьба не ласкала, не баюкала Как некоторых Вот рассказать вам, гражданин-следователь Откуда такие змеи под колодные берутся? Всегда стремлюсь понять Была девчонка Не хуже других, как все Закончила товароведческий, но работа не понравилась Так пошла в такси Все вроде нормально Вышла замуж Получила квартиру Ребенка родила А ведь все кончилось просто за один миг Попался пассажир Гони, говорит, в аэропорт Тридцатку накину Ну, а тридцатка для меня тогда колоссальные деньги были Ну, и погнала так Сто Сто двадцать Ну, обгон Ну, перевернулась Пассажир насмерть А я в больницу А после этого срок получила Ну, дальше лучше Освободилась Так, вернулась А муж мой со мной развелся Как сосужденный Из квартиры выписал Они мне за дверь чемоданчик поставили Ребенок, спрашиваю А ребенок, говорит, умер Заболел и умер Как это я все пережила, вы знаете Ну, взяла старый свой товароведческий диплом И пошла устраиваться По объявлению туда, где требуется Ну, начала, конечно, самых низших должностей А потом вгрызалась Из года в год Вгрызалась В начальники Вот и вгрызлась Остервенела Совсем остервенела Да Кто сидит на промтоварах Да нитки не возьмет Ой Ой, гражданин следователь Да вы жизни не знаете Какая она есть Я знаю, какой она должна быть Еще знаю, что жизнь такая Какой ее делают сами люди Той Уваровой Которая освободилась И все потеряла Я бы еще посочувствовал Но нынешние В расчете прикрыть свои грехи Вы уничтожили на сотни тысяч Разного добра Глазом не моргнули И в оправдании Рассказываете жалостную историю Тридцатилетней давности Если уж вспоминать о ребенке Так вы сбагрили его в деревню к бабушке И не навещали Отец забрал его После вашего ареста Оставим прошлое Сейчас на очереди другой вопрос Следствие обязано принять меры По возмещению краденого Обыск у Стольниковой Нас не обманул Да, это курица любила колечки А у вас не найдено ничего Хотя вы прикарманили в пять раз больше А я все проживала Чего мне копить-то? А дача, которую вы записали на вашу сестру? А машина, зарегистрированная на ее мужа? Жигули это его Да перестаньте вы, у него даже прав не было Машиной по доверенности из года в год Пользовались вы А ценности, сданные в ломбард Подставным лицом? Не знаю я ничего Напрасно Как видите, наши товарищи неплохо поработали Вот вам бумага Рекомендую самой написать Что еще у кого припрятано Можете начать с Анны Ивановны А хотите с Сергеем Никифоровичем Ой, будьте вы проклятые Будьте вы проклятые Лучше пишите Музыка 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 Саша, через часок я тебя еще застану. Ну, ты ж завлекал. Приеду смотреть новое дело. Мы с тобой за этот город отвечаем, отвечаем за спокойствие людей. Пусть они всегда улыбкою встречают и вечернюю зарю, и новый день. Если нужно, значит, нужно. Пусть над головой летят года. Наша служба, будто сердце, отдыха не знает никогда. Мы на службе, как в бессонном карауле, Нашу правду защищать нам и хранить. Если нужно, мы встаем навстречу пуле, Чтоб чужую жизнь своею заслонить. Если нужно, значит, нужно. Пусть над головой летят года. Наша служба, будто сердце, Отдыха не знает никогда. Наша заповедь и долг наш самый главный В жарких полднях и в пронзительных ночах. Чтоб сияли справедливостью державной Милицейские погоны на плечах. Если нужно, значит, нужно. Пусть над головой летят года. Наша служба, будто сердце, Отдыха не знает никогда. Наша служба, будто сердце, Отдыха не знает никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова